Ну хорошо, а может ли кот сделать так? Давай посмотрим. В нашей семье дураков нет. Да у тебя руки-то из жопы! Из жопы, я понял. О, перестань плакать, ты же мальчик. Понятно, ты в батю пошел, руки-то у него тоже из жопы. Так, давай разберемся. Всем привет! Сегодня такой, больше разговорный формат. Поговорим сегодня про семью. А точнее про то, что семья это некое сообщество, постоянное сообщество. И в каждой семье есть свои потребности, свои какие-то проблемные зоны, свои темные зоны, про которые, ну, они не догадываются даже, скорее так, бессознательные. И вот про эти бессознательные зоны я бы хотел сегодня конкретно поговорить. В каждой семье есть так называемое семейное послание. Что это такое? Это фразы, которые говорит постоянно родитель своему ребенку, не задумываясь, какое реально, какое послание дает эта фраза ребенку. Что именно воспринимает ребенок в этой фразе. Давайте посмотрим, какие бывают фразы именно вот с этим вот посланием бессознательным. Я попробовал собрать такие достаточно распространенные фразы, которые говорят, ну, практически во всех семьях. Их набрал несколько штук. Ну, сейчас прям по примерам. Первое. Будешь себя так вести, тебя унесет злая собака, злобная там собака, монстр, работник полиции, там пожарный и так далее. Бандит придет, хулиган и так далее, и так далее, и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, родитель манипулятор, он не может справиться со своим ребенком напрямую. Когда ребенок становится взрослым, и когда ему постоянно в детстве говорили эту фразу, его волевой компонент начинает исходить на нет. То есть, он будет постоянно задумываться, что происходит. Я боюсь сделать что-то, что я хочу. А вдруг кто-то что-то скажет. А вдруг произойдет то-то, 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 если я сделаю так-то и так-то и так далее. Поэтому фраза, вот если ты будешь так делать, придет и заберет тебя. Это про страхи, про внутренние страхи, про несвободу действия в дальнейшем. Поэтому важно говорить прямым текстом то, что я хочу, чтобы ты этого не делал. Мне было бы приятно, чтобы ты сделал так. А не вот это. Будешь делать вот это, тебя кто-то заберет. И так далее. Еще одна фраза. То, что да у тебя руки-то из жопы. Из жопы, я понял. О, понятно. Ты в батю пошел, руки-то у него тоже из жопы. Вот это вот все. Очень частая история. Что, какое настоящее, какое настоящее послание за этой фразой? Настоящее послание за этой фразой – ты ничего не можешь. Тебе ничего не получится. Ты никакой, как твой отец. Ну, или там, дед, там, или там, мама, бабушка, там, и так далее. Это в разных семьях по-разному происходит. У тебя ничего не выйдет. И когда ребенок слышит все детство вот эти фразы, то, что он никакой, ничего не получится. Руки у него не оттуда. Руки не золотые у тебя, понятно. Обесценивание. Когда он начинает вырастать, и когда он вырастает, в общем-то, у него опять появляется вот это тревожное чувство. Да, у меня, наверное, ничего не получится. Надо бы, конечно, проявить себя. Да, у меня, возможно, не получится ничего. Надо бы, конечно, попробовать пойти на соревнования, потому что у меня хорошо получается. Да, у меня ничего не получится. Вот. Одно из таких вот скрытых посланий, казалось бы, фраза про золотые руки. Ну, или руки жопы, там, кому как больше нравится. Еще одна фраза. Перестань плакать, ты же мальчик. Это вообще коварнейшая фраза. Что за ней скрывается? За ней скрывается запрет проявления эмоций. У мальчиков это прям достаточно весомая проблема, потому что, когда они вырастают и становятся мужчинами, проблема эмоциональности, проблема того, какую эмоцию он чувствует, проблема того, насколько он может чувствовать эмоции другого человека, становится очень актуальной. Из-за этого не получаются отношения, не происходит какой-то прогресс на работе, потому что человек не может ни сам проявить эмоции, не может понять, что от него эмоционально хотят. Из-за этого происходит холодное отношение с родителями в будущем. Это однозначно, потому что начнутся фразы «Вот мы-то тебе, а я, а ты-то вот такой даже не можешь ничего нам, стакана воды принести» и так далее. И все это будет по кругу. Поэтому очень важно показать ребенку те чувства, которые он проживает, и рассказать ему то, что если ты это что-то сейчас ощущаешь, скажи, что это, и не бойся их проявлять, это совершенно нормально. Фраза, которая выходит из предыдущего пункта. «Да вот мы с отцом тебе в детстве, а ты вот даже стакан воды». Тут важно понимать, что, в общем-то, никто не обязан класть жизнь за жизнь другого. Нести ответственность обязаны, безусловно. Но вот это вот максимально идеалистическое «Мы тебе все, а ты нам ничего» Вот эта фраза может открыться в совершенно необычной позиции. Появится у ребенка чувство вины. То, что действительно родитель – самый близкий человек. Вроде бы практически положил жизнь, чтобы тебя вырастить, по крайней мере, по их словам. А ты не можешь никак им угодить. И вроде и так ты пытаешься сделать, и так ты пытаешься сделать. А ничего не выходит. Появляется именно чувство вины. Чувство вины, которое висит огромным камнем на шее всю жизнь. И даже очень часто бывает, когда родители умирают, этот камень все равно будет висеть. «Вот, мои родители столько вот жили, столько давали мне, а я вот не смог их порадовать ничем». И так это идет поколениями, поколениями, поколениями далее. Следующее. Очень часто бывает такое, когда ребенок что-то просит, 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 постоянно просит, просит. И там родитель в какой-то момент такой, да на, да вот на, 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 подавись тебе, вот, все. Только отстанет меня. Вот это вот одно из основных моментов. Фраза, она чем плоха, какой у нее посыл? Отстанет меня. То есть, ребенок начинает понимать, что он может добиться многого в последующем. И в какой-то момент он все равно сломит родителя, что он скажет, отстанет меня. То есть, если в детстве это условно сладкая конфета, в подростковом возрасте это пойти погулять. Еще в чуть более старшем, ну там, я не знаю, выпить алкоголь, например. Во взрослом состоянии это уже будет переходить в отношения межличностные. Просто постоянно, постоянно капать на мозг, постоянно капать на мозг. Нравится вот лично вам такое? Мне не очень. Это про границы. Это, конечно, про границы. Выстраивание границ. Очень важно не только выстраивать ребенку границы, помогать ему, чтобы он это делал. Но и родителю важно выстроить свои границы. Вот это вот как раз про то. Еще одна фраза, типа, вот, между прочим, в твои-то годы я уже там работал на заводе, был там чемпионом округа и так далее, и так далее. Фраза нас опять отсылает к чувству вины. То, что ребенок начинает понимать, что он недостаточно идеален для своего родителя. Он пытается быть похожим, но у него никогда это не получится, потому что, во-первых, он другой человек, и не нужно сравнивать. А во-вторых, родитель всегда будет находить любой такой родитель, важно, важно подчеркивать, такой родитель всегда будет находить какие-то изъяновые ребенка. И опять вот это чувство вины будет висеть на шее. И впоследствии это будет даже, возможно, страхи, когда он станет взрослым, возможно, страхи. Вот этот вот, все добились, а я не могу ничего. Как же так? Что же мне делать? А делать, ну, достаточно простые вещи. Принимать себя такой какой-то есть и ценить то, что ты добился. Ну, это в двух словах. Еще одна фраза про сына маминой подруги. Вот это мем, который сейчас у нас распространился. Почему, кстати, он распространился? Потому что это очень часто встречающаяся тема. То, что вот, между прочим-то, вот, сынишка, нормальный выраст, не то, что ты обалдуй. Вот это сравнение и вот этот соревновательный компонент, он не приведет ни к чему хорошему. Какой там вообще посыл? Ты не такой. Ты плохой. Ты, казалось бы, это делать для того, чтобы ребенок стал чуть лучше, да, или показать, что он может стать лучше. Но по факту это бьется исключительно в эго ребенка. Ты не такой. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал чуть более развитым, назовем так, в любой сфере, важно ему его поддерживать и говорить ему то, что ты молодец, но ты можешь еще больше, ты можешь быть лучше, ты можешь, я не знаю, бежать дольше. А не сравнивать и не говорить то, что вот, там-то нормально, а не то, что ты. Наказание в виде лишения чего-то, там, фраза, еще раз схватишь, там, плохую оценку, выключу интернет. Классическая тоже история. Или, там, выключу Wi-Fi. О чем это говорит? Это говорит, первое, то, что родитель не может справиться с ребенком опять, у него включается вот эта манипуляция. Второй момент говорит о том, то, что родитель начинает понимать, что у его ребенка есть зависимость, но он не готов с ней работать. Самое простое, что можно сделать в этой ситуации, принять на себя ответственность родителю. То, что, да, похоже, у нас какие-то, хотя это не самое простое, что-то я сейчас подумал, это не самое простое, но, тем не менее, самое действенное. Да, у нас в семье существуют какие-то проблемы, я не могу справиться с ними, поэтому я манипулирую своим ребенком. Мало того, у моего ребенка еще интернет-зависимость. И конструктивный родитель будет работать именно с интернет-зависимостью, потому что, возможно, из-за этой зависимости не происходит и какие-то достижения. Очень часто дети начинают привирать, да, особенно, когда они где-то нашалили. И фраза, ну, я там не знаю. Так, давай разберемся. Значит, вот про то, что ты говоришь, вот это вот не кот, потому что кот сюда не допрыгнет, да, никогда в жизни. И он никогда так не сделает, как вот что тут происходит. Это значит, это ты. Очень частая фраза. Что тут вообще, какой посыл? То, что родитель не верит своему ребенку. Я тебе не верю, и я читаю тебе с ног до головы. Ну, каждому человеку, даже маленькому человеку, нужно иметь какое-то свое пространство. Но в данном случае конкретном важно не разоблачать ребенка в этом вранье, а важно, и очень это очень тонко, и это нужно уметь, показать то, что ты, как родитель, понимаешь, что твой ребенок врет. И ему сказать, возвратить ему настолько тонко, то, что да, правда, это кот, ну, хорошо, а может ли кот сделать так? Давай посмотрим. Да, наверное, может. И уже уровень притязаний значительно меньше. Вы не показываете своему ребенку, что вы ему не верите. Вы ему можете верить, но вы же взрослый, у вас есть больше возможностей, чем у вашего ребенка. Мало того, вам, как взрослому, стоит задуматься, почему ваш ребенок начинает врать. Обычно это либо из-за отсутствия внимания к себе, либо из-за внутренних семейных каких-то передряг. То, что просто так ребенок вам врать не будет. Особенно если в каких-то вообще бытовых мелочах. Очень часто у детей появляются страхи. Причем страхи, естественно, незначительные с точки зрения взрослого, но значительные с точки зрения ребенка. Монстр под кроватью, скелет в шкафу, там, я не знаю. Кто-то бабайка там в темноте и так далее, и так далее. Обычно родитель говорит, господи, да здесь нет никого. Ты все выдумываешь, видишь, нету здесь никого. Что за этой фразой? Какой посыл? Ты выдумываешь, твои страхи не обоснованы. И все, что тебе кажется, это лишь тебе кажется. И нету ничего на самом деле. Важный момент здесь. Скорее поддержать ребенка в этом страхе. Потому что в этом нету ничего зазорного в поддержке. И понять, опять же, почему ребенок начинает бояться. Почему у него появляется такая тревога. Для чего ему вот эта выдуманная бабайка. Может быть, он опять тоже хочет обратить на себя внимание. Это очень важно. Не обесценивать своего ребенка. Это не все фразы, которые, естественно, существуют в семьях. И не все послания. Бывают и конструктивные послания. Как, например, я слышал такое послание семейное. Когда папа говорил своему ребенку. Дорогой ребенок, в нашей семье дураков нет. Это одно из самых крутых посланий вообще. Семейных посланий. То есть, что вот в этом? То, что мы здесь все умные. И ты можешь допускать ошибку. И в этом ничего страшного. Ты справишься сам. Какие, как вы думаете, есть еще послания такие семейные? В виде фраз. Пишите в комментариях. Ставьте лайки. На этом пока. Подписывайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok